Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. Я продолжаю рассказывать о том, как происходит освоение участка. В предыдущих сюжетах вы видели, что здесь был кусок леса. Сейчас участок разрабатывается. От леса остались только пенечки, которые предстоит выкорчевать. Расскажу вам о планировке. О приблизительной, потому что еще целой картины нет. Надо посидеть серьезно, посмотреть книги садоводческие, какие-то сайты серьезные интернета, чтобы выбрать для себя те плодовые деревья, кустарники и растения, которые я здесь хочу посадить. Но, тем не менее, ориентировочный план участка примерно такой. Прежде всего, я определила для себя, где на участке самое солнечное, светлое место. Оно у меня находится вон там, с противоположной стороны. И самое темное место, где солнце холодное бывает меньше всего. Оно находится у меня по этой части забора. Вот сейчас мы посмотрим в конце участка, вот здесь вот. У меня получается самое низкое место. Я сейчас попрошу подойти ко мне и показать его. Вот там вот в углу. Соответственно, я отступлю положенное расстояние и сделаю там компост, потому что ничего такого стоящего из растений посадить не получится. Затем после компоста у меня будет, опять же, получается вот этот вот угол темный, холодный. Там будет строение, какой-то, например, туалет, сарай. Но, опять же, у меня это не первый участок, поэтому планировка будет отличаться от того, как если вы берете с нуля участок и будете там проживать. Но если какое-то строение, конечно, подразумевается на участке, оно будет с северной стороны, там, где соседские строения, опять же, будут давать тень. Деревья туда посадить не получится, поэтому там будет строительство. Затем, а самое определяю здесь теплое место. Самое теплое место у меня по этой стороне, это сторона южная. А там будет находиться вот по забору, я отступлю метр, и будет находиться малина. Я сделаю три гряды, из них две посвящу малине и одну посажу ежевику, чтобы было удобнее накрывать, и она не смешивалась с малиной. Вот здесь вот непосредственно, где пустое местечко, во-первых, вот по той стороне забора, она, опять же, это восточная сторона, там я посажу, вот видно соседский дом вот такой рыжий, да, и еще один. Там получается закрытое теплое солнечное место. Его нужно отдать таким теплолюбивым культурам. Возможно, несколько груш и несколько слив я там размещу. Если есть желание посадить декоративные кустарынки, например, листопадные, рододендерные, это для них лучшее место, они будут там отлично цвести и будут защищены от морозов. Но это не значит, что их не нужно накрывать. Все равно просто зимовать они будут с большим успехом. Вот такой вот закрытой соседскими постройками зоне. Затем, возможно, я размещу яблоню с терном, но это по северной стороне я посажу, потому что им такой уж солнцепелк не нужен. И вот здесь после яблонь я размещу теплицу. После нее уже пойдут грядки, они будут находиться все время на солнце. Что касается теплицы, ну, по моим расчетам, где-то летом жарой здесь полчаса-час она будет находиться в такой разреженной тени, что, в принципе, неплохо, потому что размещать теплицу на таком солнцепелке не стоит. Там пыльца томатов будет гореть и не будет завязей. Ну, в принципе, вот все, что я хотела сказать о такой пока что планировке предварительной, потому что нет общей картины, но, тем не менее, вот есть идея заложить уже грядки в этом году и следующей весной поставить теплицу. Ну и, конечно, выбирать плодовые деревья. Выбирать будем вместе, ездить по питомникам и смотреть различные сайты. С вами был канал Сад для души. Светлана Самойлова. Удачи!